Публичное интервью The Question. Модератор Юлия Варшавская. Мы хотим встретиться лично, тем более с таким прекрасным гостем, как Валерий Банюшкин, главный редактор издания «Такие дела», известный журналист, и обсудить все, что происходит и все, что для каждого из нас очень важно. Но перед тем, как мы начнем этот разговор, я бы хотела коротко напомнить о правилах нашей игры. Я буду задавать Валерию вопросы, которые всю неделю специально для него приходили на сайт. Еще у нас есть вот такая прекрасная ваза, в которую вы в течение нашего разговора можете класть свои вопросы. И для этого у нас есть Настя. Настя, помаши всем ручкой. Если у вас возникают вопросы, вы можете поднять руку, и она поможет вам. И мы обязательно будем в течение интервью доставать их из этой вазы. Еще в конце у нас будет короткий блиц-опрос из зала. Коротко и по делу. А еще у нас есть наша трансляция в Фейсбуке. И наши зрители тоже могут задавать вопросы в комментариях. Самый интересный из них мы обязательно прочтем. Ну, а теперь, наверное, пора перейти к нашей основной теме. Валерий, как вы относитесь к тому, что произошло сегодня, к задержанию Кирилла Серебренникова? Плохо. Ну, во-первых, пользуясь случаем, хотелось бы выразить личную поддержку Кириллу, тем более, что я его знаю с институтских времен. И все время, которое я его знаю, он был человеком про что угодно, только не про деньги. Полагаю, что он понятия не имеет вообще про движение денег в своем театре. Представляя себя на его месте, как главного редактора портала «Такие дела», я воображаю, ну, то есть вспоминаю, сколько документов я подписывал, не глядя, полагаю, что и он тоже подписывал, не глядя, много документов. Впрочем, и Лешу Малобронского, директора, я тоже знаю с институтских времен, и всегда относился и продолжаю относиться к нему, как к крайне порядочному человеку. Значит, но дело даже не в этом. Дело даже не в том, прав Серебренников или не прав, прав Малобродский или не прав, серая эта схема была или не серая схема, была ли эта серая схема, которой пользуются все. Другой вопрос. Меня в этом деле очень обнетает жестокость. Зачем ночью, зачем в Питере, он что-нибудь не являлся на допросе? Являлся. Значит, зачем вообще тюрьма? Пока еще не тюрьма. Фактически, Кирилл Серебренников сейчас находится в тюрьме Матросской тишины. Точка абзац. Это тюрьма. Дело в том, что тюрьма не только в России, но в России в частности, является базовой функцией нашего государства. Наше государство существует не для того, чтобы наводить порядок, устанавливать правила игры. Оно существует для того, чтобы сажать людей в тюрьму. И с этим надо что-то делать. Когда люди, обреченные у нас властью, видят предпринимателя, они первые, что думают, как бы его посадить в тюрьму. Когда они видят режиссера, они первые, что думают, как бы его посадить в тюрьму. Видят журналисты, думают, как бы посадить в тюрьму. Когда государство было сильным, оно сажало в тюрьму много. Когда государство становилось слабым, оно сажалось в тюрьму мало Но не потому, что не хотело сажать людей А потому, что у него не было сил И сейчас государство сажает людей в тюрьму относительно мало Потому что не имеет достаточных ресурсов для того, чтобы посадить много Если бы могло, посадило бы всех Не потому, что функционеры нашего государства какие-то звери или что-нибудь еще Просто они не знают никакого другого инструмента общения с миром Никак по-другому, кроме как сажать людей в тюрьму Они не умеют взаимодействовать с миром Вот я, например, умею писать статьи, тексты, книги И это единственное, как я умею взаимодействовать с миром И поэтому, когда что-то случается, я должен помочь, вмешаться, исправить Я что делаю? Пишу Они когда должны помочь, вмешаться, исправить Получить себе какие-то блага, переопределить блага Они что делают? Они сажают в тюрьму Я пишу, они сажают Если эта власть когда-нибудь сменится Эта главная ее функция останется все равно Потому что что нам обещает первым делом Алексей Навальный? Посадить в тюрьму Ребята, может быть мы как-нибудь перестанем всех, кого можем сажать в тюрьму Все, на мой взгляд, примерно 70% заключенных не должны сидеть в тюрьме вообще Ну, в тюрьме должны сидеть опасные убийцы Люди по экономическим преступлениям, на мой взгляд, вообще в тюрьме сидеть не должны Потому что это преступление экономическое Предположим, вы доказали, что человек украл миллион Опишите его имущество на миллион и наложите на него штраф еще миллион И пусть он всю жизнь расплачивается Так нормально Сажать в тюрьму, на мой взгляд, ненормально Тюрьма это какая-то, ну, какая-то, знаете, где-то в Сибири я приехал в какой-то один дом Ехал мимо, остановился ночевать и хозяйка ночицы Потом такая бабушка говорила мне, что, ну, вот это мой сын старший, там, Вася Он уже и армию отслужил, и тюрьму отбыл А вот это мой сын средний, там, так сказать, Леня Он армию-то уже отслужил, а тюрьму еще нет Она воспринимает тюрьму как нормальный этап жизни человека Нет, ребят, тюрьма не является нормальным этапом жизни человека Тюрьма не является естественным атрибутом предпринимательства Тюрьма не является естественным атрибутом франдерства и так далее К сожалению, этот лозунг принадлежит не мне, а Дмитрию Быкову, лозунг такой «давайте уже разрушим эту пастилию». Дело не в том, чтобы сменить одних властителей другими властителями, дело не в том, чтобы те, кого сажают сейчас, сажали тех, кто сажал их раньше, а дело в том, чтобы не сажать, сажать как можно меньше. — Но если Вы говорите, что это лежит в сути той системы, в которой мы живем, то как ее изменить? Что нужно сделать, если одна власть, которая придет вслед за той, которая есть сейчас, ничего не изменит? Тогда что нужно? — Ну, сначала включить мозг как-то, да? — А кому включить мозг? Кто его должен включить? — Всем. Дело в том, что эта штука находится в голове у всех. Дело в том, что она и в голове у сторонников Навального находится тоже. — Это воры, посадить их всех. Партия жуликов и воров, давайте посадим всех. Минуточку. В партии жуликов и воров больше трех миллионов человек. Вы правда хотите посадить три миллиона человек? Это больше, чем в 37-м году. Вы правда этого хотите? Вы понимаете, что такое посадить три миллиона человек, даже если они все воры? — Это много. — Это дофига. Вот. Поэтому я верю в то, что изменение сознания возможно. В Домастрое черным по белому написано, что женщину надо бить. Только бить ее надо обязательно по голове, потому что всеми остальными частями тела она рожает и кормит. А голова ей совершенно ни к чему. И тем не менее, за те там, я не помню, сколько лет прошло, мы сумели как-то внедрить в сознание значительной части населения, что женщину бить не надо. Ну, уже довольно много людей так думает. — Хочется уточнить, население какой страны? Население России все-таки при всем нашем высоком уровне домашнего насилия, все-таки, во-первых, оно считается скорее предосудительным, а не нормальным. И, во-вторых, все-таки большое количество людей уже так не делают. Я полагаю, что если мы начнем сейчас внедрять в свое сознание мысль, что тюрьма не является обязательным атрибутом и не является обязательным этапом жизни, то лет через пятьсот мы будем, например, брать Кирилла Серебренникова подписку о невыезде и продолжать спокойно расследовать его дело. — Мне очень, мне кажется, очень важна ваша мысль о том, что нам нужно сейчас всем работать над своим мозгом. И, конечно, через пятьсот лет это хорошо, но хочется про сейчас. Когда еще в мае были обыски у Кирилла, к Гоголь-центру пришли люди, которых вместе очень сложно было представить. Там были все от Федора Бондарчука до, я не знаю, до Ирия Яшина, оппозиционера. Вот это событие, сегодняшнее задержание, может ли стать поворотным моментом, когда что-то изменится по-настоящему? — Я думаю, что нет. Я думаю, что таких поворотных моментов должно быть очень много. Да, и будет. К сожалению, будет. И, к счастью, сегодняшнее наше государство достаточно слабо для того, чтобы ему можно было сопротивляться. Почему то, что происходит вокруг нас, это не тридцать седьмой год, потому что в тридцать седьмом не было выхода? А сейчас выходы есть. — Куда? — Ну, довольно многие люди, которые попадали в эти жернова, были отпущены или получили условный срок, или получили небольшой срок. То есть не надо иметь ощущение, что «ну все, попал, и тебя сживало». Нет, тебя не сживало. — Многие люди вырывались из этой пасти тем или иным способом, в той или иной степени. Поэтому вспомните, пожалуйста, что у нас есть права. Да, они плохо защищены, но они, тем не менее, есть. И их, тем не менее, применять можно. Можно не свидетельствовать против себя. Не свидетельствуйте против себя. Можно иметь адвоката. Не говорите без адвоката. Можно не писать доносы. Не пишите доносы. Можно получать свидание с родственниками. Поэтому женитесь и выходите замуж. Это вам пригодится. Ну, потому что бойфренда или герлфренда в тюрьму к вам не пустят. А жену или мужа к вам в тюрьму пустят. Подумайте об этом. Я обратила внимание на то, что когда вы начали об этом говорить, получается, что государство все равно в какой-то очень доминирующей позиции. Оно нас отпустит. То есть оно помилует или карает. Это не слишком безысходная позиция, и ставящая нас апариори в слабое, как слабое звено этой системы. Это свидетельствует о чрезвычайной нашей инфантильности. Когда мы, я не знаю, собираем деньги на что-нибудь благотворительное, что ты делаешь? Когда мы собираем деньги на что-нибудь благотворительное, обязательно появляются комментарии, что это должно делать государство. Оно не должно? Оно-то может и должно. Но вам не должна, нам не должна приходить в голову такая мысль. У меня рак, я сейчас умру, меня должно спасти государство. Алло, оно не спасает тебя. Ты видишь, что оно тебя не спасает. Зачем ты вообще про это думаешь? Вот оно как-то так устроено, что оно тебя не спасает. И просто интенция должна исходить из... ну, в противоположную сторону. Не то, что я сижу и жду, что государство спасет меня или покарает меня, или наведет мне порядок, или не наведет мне порядок, да? Нет, я, ну, каким-то образом активно что-то делаю, да? Предположим, что там, я не знаю, у нас у власти оккупационный режим, как утверждает наша радикальная оппозиция. Возможно. Возможно, на нас налетела какое-то татаро-монгольское иго из Санкт-Петербурга и отобрало все наши налоги. И нам теперь не на что учить детей, не на что лечить детей. И вот они, значит, собрали все наше добро и уехали в Санкт-Петербург. Минуточку, мы что теперь, детей учить не будем? Мы теперь детей лечить не будем? Мы теперь стариков обихаживать не будем? Да, у нас это отобрали. И что теперь? И мы опустили руки, и говорим, ну ладно, да-да, ну что, ну пусть сдохнут. Нет, ребята, не пусть сдохнут. Если мы такие балбесы, что мы отдали наши налоги, это не значит, что нам надо опустить руки и говорить, ну слушай, государство, может, хотя бы что-нибудь вернете. Нет. Нам нужно начать строить эту систему общественной взаимопомощи заново, да, и строительство государства в ней является последней верхней шапкой, да, а строительство горизонтальных связей, на мой взгляд, является первым шагом, да. Ну, в какое число общественных объединений, вот просто вот представьте себе там свои социальные связи, да, вот у вас сколько устойчивых социальных связей. Я видел социологические исследования, что человек в России устойчивых социальных связей имеет, как правило, две-три. Ну, то есть он там, он кто? Он член родительского комитета в школе и принимает участие в собраниях своего ТСЖ, максимум. Ну, или он, может быть, член какой-нибудь партии, да. В то время, как в развитых странах устойчивых социальных связей у человека, как правило, тридцать. Он член добровольной пожарной команды, он член клуба любителей японской поэзии, он, ну, вот это, ну, вот это все, да. А еще он в спортивный клуб ходит, а еще, ну, вот это. И это приводит к тому, что люди могут разговаривать. Я плохо представляю себе, как мне поговорить с милиционером. Я плохо представлял себе это, пока не стал ходить в боксерский клуб. И пока мой товарищ милиционер не стал моим секундантом во время моего первого боя. И теперь я понимаю, как мне разговаривать с милиционером, да. И я понимаю, что я, наверное, не могу с ним поговорить про книгу Роберта Бэна Уоррена «Вся королевская рать», потому что это книга, которую я читал примерно раз в 20 на русском и на английском, и знаю примерно наизусть, а он не читал никогда. Окей, про это мы поговорить не можем, но про боксер мы можем поговорить? И мне кажется, что вот этот выход из ситуации, описанной Гоббсом, в которой мы сейчас находимся, война всех против всех, что вот этот первый выход, первый шаг к выходу из этой ситуации заключается в налаживании устойчивых, горизонтальных связей. люди должны научиться разговаривать хотя бы с теми, с кем можно разговаривать, хотя бы про то, про что мы можем разговаривать. И так далее, через пятьдесят мы дойдем к финалу книжки Гоббса и построим, как это называется, вот этот самый общественный договор, в результате которого, в результате которого, не для которого, а в результате которого сложится более-менее адекватное государство, которое будет знать другие методы наведения порядка, кроме тюрьмы. Ну вот, благотворительные фонды это очевидный пример, яркий пример таких горизонтальных связей. Как вы думаете, можно ли назвать сегодняшние благотворительные фонды политической силой в России? Я вот просто пытаюсь вообразить себе такую безалаберную политическую партию, это какая-то махновщина какая-то просто. То, что представляет собой вот этот благотворительный сектор, это махновщина. Кто в лес, кто под дрова, кто, кто, значит, в эпалетах, кто с пепозументами, кто в рабочей одежде, кто с наганом, кто с косой. Ужас какой-то. Вот. Но да, некоторой политической силой является. Да, еще все, конечно, грызутся между собой, поскольку анархия в благотворительном сообществе это мать порядка, то да, вот это вот сообщество, оно является или могло бы являться существенной политической силой, если бы поменьше грызлось внутри себя. А почему оно грызется? Вот людям, которые не занимаются благотворительностью и не внутри этого сектора совершенно непонятно. Потому что у нас нету языка, на котором мы можем договориться, потому что у нас нету умения, привычки договариваться, потому что у нас в школе нету уроков и локвенции, потому что российский школьник не делает раз в неделю доклад на какую-то тему и так далее. Потому что тут экономист Александр Александрович Аузан рассказал мне про некоторые социологические исследования, которые я в глаза не видел, ссылаюсь на Александра Александровича Аузана, что согласно этому социологическому исследованию россияне являются самой недоговороспособной нацией в мире. Ну просто потому что я тебе про Фому, а ты мне про Ерему. Я тебе в городе Богдан, а ты мне в селе Селефан. И вот этой культуры договариваться нет. И нету культуры как бы сказать уважения к стандартам. Вот у нас тут сейчас с вами значит разговор про я не знаю что принципы прозрачности благотворительности. Значит и вот мы значит разговариваем про принципы прозрачности благотворительности и тут вдруг я говорю а ты что без носков все люди в носках ходят а ты без носков посмотрите просто как устроены дискуссии да это нормальный прием устройства дискуссии понимаете откуда он нет скажите это типичный типичный прием бандитского наезда так разговаривают между собой криминальные элементы тебе не надо убедить человека и выслушать его аргументы тебе нужно его опустить но ведь благотворительность что в галстуке что без галстука не ношу но ведь интеллигентные люди занимаются благотворительностью с высшим образованием да но это эти криминальные приемы разговаривать они очень сильно сидят у нас в некоторой даже генетической памяти да мы мы не помним откуда мы этому всему научились мы это впитали с каким-то там молоком не матери даже а бабушки если вы идете по международному аэропорту и слышите как мать орет на маленького ребенка угадайте с трех раз национальность этой матери она россиянка ну вот вот скорее всего и это не потому что она не любит ребенка и это не потому что она плохо к нему относится и а это потому что она впитала с молоком бабушки что на ребенка нужно орать потому что есть один момент в жизни когда на ребенка нужно орать этот момент жизни лагерная колонна Потому что в лагерной колонне отнимают все самое ценное и заставляют тащить все самое тяжелое Тебе в лагерной колонне нужно показать конвоирам, что ребенок не представляет для тебя ценности, а представляет абузу Тогда его оставят тебе Никто этого не понимает Точно так же, как мы не понимаем, почему, когда ты берешь женщину под руку, ты должен брать ее правой рукой, а не левой рукой Почему воспитанные мальчики подают женщине правую руку, а не левую руку? Пистолет лежит Ну, потому что слева же у меня шпага, и вы порвете юбку, если вы пойдете слева от меня Это 500 лет уже так выработалось, да, и с тех пор Почему в Англии левостороннее движение во Франции, почему в Англии правостороннее движение во Франции, левостороннее? Плен хотел Была какая-то история Потому что правостороннее, это римское военное движение Римское, да Военные встречаются правыми плечами, чтобы случайно не зацепить друг друга мечом Если не хотят, и чтобы удобно было вытащить меч и ударить, если хотят Это правостороннее движение Простолюдины ходят по обочинам навстречу военным в обратную сторону Чтобы, не дай бог, не попасть под какую-нибудь военную тачку Поэтому, когда во Франции происходит Великая Французская революция Народное движение левостороннее становится официальным Мы же не помним, что это так Мы просто знаем, что надо двигаться по правой стороне дороги или по левой стороне дороги Мы не помним, почему это так Мы не помним, почему не надо орать на ребенка Мы как-то просто научились этому И нам сложно допустить мысль, что на ребенка можно не орать никогда Ну или почти никогда Ну или хотя бы всякий раз, когда орешь на ребенка Понимать, что ты сделал что-то очень нехорошее И извиняться перед ребенком Чтобы он понимал, что не надо орать на ребенка Тебя-то уже горбатого могила испружали Чтобы хотя бы он видел, что папа у меня был стукнутый Какой-то поликонтуженный И времени на меня орал Но всякий раз изменялся Хотя бы так И тогда, через 500 лет Мы... В общем, так далее А вам не кажется, что то поколение, которое растет сейчас, у которых не шпага и не лагерь, а айфон в руках И которое с удовольствием идет волонтерами в буртворительные фонды, например Они уже совсем другие И они могут стать политической силой, которая, возможно, станет опасной для власти Они другие Я на это очень сильно надеюсь Но точно так же, как мы были другие по отношению к нашим родителям Наши родители были другие по отношению к нашим бабушкам и, значит, дедушкам Меня Я только думаю, что тут понадобится еще не одно поколение А несколько Потому что вот эти другие Другие молодые люди с айфонами Они не... Когда они выходят С Навальным на этот вот митинг, на который вышли, вышла молодежь Они не слышат диссонанса в его словах Посадим партию жуликов и воров Они не говорят ему Эу, парень, ты нам нравишься Мы вообще-то хотели бы за тебя Но мы не хотим сажать 3 миллиона человек Они этого пока что не говорят Потому что это все равно у них в крови Но при этом именно Навальный стал тем человеком, который смог найти язык На котором можно с ними говорить И проблема невозможности договориться с тем же новым поколением он решил Да, решил Навальный Очень талантливый человек Тут ж не... Не убавишь, не поребавишь Да На ваш взгляд это плохо, что именно он эту проблему смог решить? Вы бы хотели, чтобы это какой-то другой человек сделал? Эээ... Ну... Ну, конечно, я бы хотел Чтобы у власти в России был, я не знаю Алексей Вадимович Бубарташевич, да? Ну, или кто-нибудь такой Или хотя бы Сан Сан Чаузан Да, вот Образованный Интеллигентный Вообще такой вот интеллектуал Вот так же не бывает Ну, так не бывает Кроме короткого периода Когда Президентом был Вацлав Гавил История, по-моему, не знает таких примеров Но Вацлав Гавил был президентом, во-первых, очень недолго А во-вторых, Чехии А в-третьих Ну, поговорить с чехами И они скажут, что мы, конечно, очень любим Гавила Но что-то вот там он запутался, да? Потому что, ну, это не его дело, да? Дело интеллектуалов советовать, обсуждать там что-нибудь такое Но Интеллектуалом не может быть в власти Это 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 неестественное для него Для него состояние Эммануэль Макрон Нет Вожу мне интеллектуал Валерий Мы совсем забыли про нашу прекрасную вазу А вы уже присылаете вопросы Доставайте Что вам задано? Сейчас я тебя раскатаю Спасибо, что вы присылаете вопросы Занятие благотворительностью ожесточает Как вас изменила работа в таких делах Занятие благотворительностью не ожесточает Но она действительно вырабатывает некоторый, я бы сказал, такой защитный цинизм Он 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 Исключительно Лексического Свойства Если бы вы слышали, как мы разговариваем на Летучках портала такие дела То То Ну В общем В общем Ну Лучше вам этого не слышать Мы Разговариваем Так Не потому, что мы Пренебрежительно относимся к темам, которые мы обсуждаем А потому, что в этом есть какая-то Ну Какая-то защитная реакция Ну Там Я не знаю То есть так же, как военные На войне Разговаривают матом И почему-то едят очень много лука Вот это там Два дня, проведенные на войне Привели меня к Вот этому странному ощущению Что я ем лук Как яблок Съедаю один Начинаю есть Второй И любую пищу Заедаю луком Потом уезжаешь Это проходит Вижу, значит Полные ужаса Глаза Даши Фондрайзера Фонда Спин и Бифета Которая вообще Не ест лук Так вот Значит Вот Какое-то Вот это Какое-то Вот это Огрубление Лексики Существует И это Огрубление Лексики Является Знаете Свидетельством Максимального Доверия После того Как Как я Мало того Что Написал Серию Текстов О Равноправии ЛГБТ Так еще И поучаствовал В гейпарате После Чего Значит Мы Довольно Сильно Выпили С ЛГБТ Активистом Ваней Кильбером И он В состоянии Тяжелого Алкогольного Обвинения Выписал Мне справку Что Он Официальный Там Лидер Общественной Организации ЛГБТ Выдает Мне официальное Разрешение Называет Геев Пидорас Это Доверие Что вы почувствовали В этот момент Я почувствовал Я Понимаю Это как Симптом Доверия Свой Да Да Афроамериканцы Могут Называть Друг Друга Нигер Потому что Я знаю Что когда Ты зовешь Меня Нигер Это Не Уничижение Там Я не знаю Лизб Биянки Зовут Друг друга Лизбухами Я это Слышал Потому что Они знают Что это Это Не Это Не Я Настолько Тебе Доверяю Что ты Можешь Называть Меня Тем Словом Которое Вообще Вообще Считается Обидным Потому что Я знаю Что ты Помрешь Не захочешь Меня Оскорбить Евреи Да Между собой Называют Друг друга Жидами И Рассказывают Друг Про Другой Еврейские Анекдоты Да Потому что Ну Потому что Доверие Установлено И Вот Эта Лексика Вот Этот Вот Этот Вот То Что мы Все время Разговариваем Про то Хейт Спич Это Или Не Хейт Спич Свидействует О том Что мы Друг другу Не доверяем Когда Мы Будем Доверять Друг Другу Мы Перестанем Разговаривать О том Что Хейт Спич А что Не Хейт Спич Меня Очень Зацепило Ваше Сравнение С Войной Можно Ли Сказать Что Занятие Благотворительностью В нашей Стране Это В какой-то Степени Война Если Да То С кем Нет Это Совсем Ну Совсем Другой Или Нет Я Наверное Никогда Не Работал В Который Работал Хирургом Во время Прорыва Блокады На Ну вот 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 Под Синявином Он Рассказывает Рассказывал Мне Что О Прорыве Блокады Он Узнал На Седьмой День После Прорыва Блокад При том Что он Находился В Двух Километрах От места Где блокада Была Прорвана Потому что На седьмой День Он вышел Из Операционной Ну Потому что Они там Блокаду Прорывают Но Раненых Везут Их продолжают Везти И на следующий День И через День И на пятый День Да И Твоя Вот эта Работа Не заканчивается И даже Когда военная Операция Уже закончилась Твоя работа Еще Продолжается И о прорыве Блокады Ты узнаешь На Следующий День А В наградных Документах Бабушки Который Оперировал Там же Вместе С дедушкой Я Нашел Значит Собственно Горя За что Ей Дали Орден Красной Гвезды За Вот Эту Операцию По Прорыву Блокады Значит Операции Операции Понимаете Да Операция Шла На самом Деле Сколько Дней Два Да Ну то Есть Два Плюс Еще С С С С Восемь На Разгребание Раненых Да Так Вот За 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 Эти Десять Дней Она Сделала Пятнадцать Операций Спросите Какому-нибудь Хирурга Современного Сколько Операций Он Делает В день Он Скажет Одну Две Три Операции Сделал Жутко Тяжело Сегодня Был Тяжелый День Чем Пятнадцать В день Да И Вот это Ощущение Что ты Фигачишь И фигачишь Да И И В Благотворительности Вот это Ощущение Оно Есть Но Минуточку Чисто Эмоционально Не Надо Сравнивать Себя С Хирургом На Невском Пятачке Ты Сидишь В теплом Офисе Ты Сыт Тебе За это Платят Зарплату С тобой Все Нормально Все Что Все Что Тебе Выматывает Эта Работа Это Нервы Поэтому Есть Пять Правил Выгорания Против Выгорания Которые Я Разработал И Которые Вы Из труда Найдете В интернете Мы О них Еще Чуть Чуть Попозже Поговорим Ну Все Так Если Не Война А Борьба С чем Вам Сложнее В своей Работе У вас Огромный Опыт Бороться С Бюрократическими Препонами Государством Которые Не Хочет Помогать Тем Кому Он Должен Помогать Или С Стереотипами Какими То Паттернами В обществе Да Конечно В обществе Да И Государство Оно Ж Состоит Из Общества Ну Вот Эти Люди Которые Сидят С Властью С Властью Или С Общества Вот Эти Люди Которые Сидят В Кабинет Власти Они Ведь Тоже Люди Ну Они Ж Ведь Не С Луны Нам С С Валили Они Ж Не С Луны С Валились Они Не Не С Марса Прилетели Они Одни Из Нас Вот Они Когда-то Получили Предложение Войти Во Власти Ведут Себя В Этой Власти Так Как Они С С С С С С С С С Нужным И Правильным Я Не Верю Что Во Власти Есть Хотя Б Один Человек Который Поставил Перед Собой Цель Я Не Знаю Уничтожить Россию Истребить Ее Население Перебить Больных Детей Там Нет Они Поступают Так Как Считают Нужным По По Поступать И Люди Поступают Так Как Считают Нужным Поступать И И В том Что Я Отдаю Себе Отчет И Публично Признаюсь В том Что Делаю Много Глупостей Какую Самую Большую Глупость Вы Сделали Я Я Я Ранжирую Я Я Я В них Признаюсь По Мере Поступления Какая Последняя Что В чем Вы Признались Последняя Я Признался Что Мы Опубликовали Текст Про Человека Который Рассказывал Что Его Избивала Жена Там Куда Более Забутанная История А Я Таскать Уехал На день Рождения К Таскать Типа 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 Дочке В Деревню На Границе Финляндии И Там Типа Не было Интернета Прово Вафлил Прово Вафлил Миноват Миноват Ну Та И И И Справил Исправил Исправил Это Вы Прям Предупредили Большой Блок вопросов Про Такие Дела И Прежде чем Мы к ним Перейдем Я хочу Достать Еще Один Вопрос Из нашей Базы И После Этого Мы поговорим Про Такие Дела Потому Что Это Очень Важная И Большая Тема Так Валерий Сейчас Многие Фонды Получили Сейчас Многие Фонды Получили Грант Как Вы Считаете Является Ли Грант В Форме Помощи С Крючком Отличный Вопрос Спасибо Подачка Нет От Государства Правильно Нет Ну Вот Завтра Допустим В 11 Утром Буду Супербанк Офан Грант Для Моего Флота В 12 Я буду Судар По Другому Гранту Кстати Вы Пойдете Завтра К Осман Боюсь Что Нет Но Кто То Из Наш Идет Же Из Наш Кто То Да Вот Из Наш Кто То Идет Да Вот Значит Э Э Что Касается Помощи С Крючком В мире Не существует Никакой вещи Без Крючка Ни одной Ну Если Вы Что То С С С С С С С То Это Вас К Чему То Обязывает И Когда Оно Станет Вас Обязывать Вам Надо Будет Либо Прогнуться Либо Отказаться Несмотря На То Что Вы Получили Помощь Могут Могут Сегодня В театр Завтра В фонд Конечно Да А вам Страшно Нет У нас По По Страху У нас Есть Специалист В редакции Вот Я Нет Я Не По По Этой Дескать По Части Я Считаю Страх Достаточно Бесполезным Чувствам Да Да Вы 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 Получаете Деньги От Государства И Однажды К вам Может Прийти Там Понятно Что Однажды Может Придет Но Как бы Мы Сейчас Думаем О чем А Насколько Действительно Это Как бы Государство Зачем Нужно Понятно Что В любом Государстве Которое Дает Гранты Боготворительным Фондам Если Они Используют Нецелевой Или Как То Еще То Этих Людей Возьмут Посадят И Правильно Или Неправильно Не важно Мы Пытаемся Понять Сейчас С учетом Того Что Все Таки Боготворительные Фонды Являются Некой Политической Силой Пусть Мы Все Веземся Между Собой Пусть У нас Нет Единого Фрота Но Тем Не Менее Мы Как Все Таки Тем Не Менее Говорим О тех Проблемах Которые Государство Предпочло бы Умолчать Предпочло Умолчать И Теперь Когда Государство Выдало Очень Щедрые Гранты Практически Всем Фондам Которые Об Этим Попросили Не Урезав Никого Ни В Чем Как Б Вдруг Задались Мы Вопросом Откуда Вдруг Такая Случайная Милость Если В прошлом Году Все Забрали Волки Слушайте Благотворительный Сектор Является Важным Важным Элементом Политической Системы Российской Федерации Да Уже Есть Довольно Много Людей Которые Понимают Что Такое Благотворительные Фонды Понимают Какие Есть Благотворительные Фонды Понимают Что Они Делают Не Очень Умеют Отличать Плохие От Хороших Но Но Очень Скоро Научатся И Поэтому И Поэтому Ну Довольно Скоро Например К марту Восемнадцатого Года Это Станет Заметным Явлением Это Будет Некоторой Там Гикой На Некоторые Чаши Некоторых Весов Да Есть Есть В этом Опасность Конечно Есть Как И В любом Общении С государством Да Нужно ли Общаться С государством Нужно Нету Никакого Способа Не Общаться С государством Как Только Вы Становитесь Чуть Больше Чем Три Человека Которые Собрались Во дворе Построить Детскую Площадку Вы Сразу Начинаете Общаться С государством С той Или Иной Степень Упыта Страсти Вы Выбирайте Сами Значит Можно ли Сотрудничать С этим Режимом Можно Сотрудничать Можно Сотрудничать Можно С любым Режимом Да Януш Корчик Объяснил Нам Показал Нам Как Можно И Нужно Сотрудничать С фашистским Режимом Да У нас Есть Очень Много Вопросов На сайте Про Проект Такие Дела Поэтому Я думаю Об этом Надо Обязательно Сейчас Поговорить Валерий Прямо Процитирую Вопрос Сайта Почему Такие Дела Часто Публикуют Непроверенную Информацию Я У меня Даже Была Заготовленная Шутка По этому поводу Потому что Вопрос Завучал Почему Такие Дела Регулярно Публикуют Сам Цензур Видите Я просто Не успела До него Долистать Регулярно Публикуют Непроверенную Информацию Я Обязательно Шучу Потому что Мы любим Регулярность По сути Такие Дела Публикуют Непроверенную Информацию Потому что Непроверенную Информацию Публикуют Все А всем Можно Можно Всем Можно Никому Нельзя Это для меня Большая Проблема Потому что Я Лучшие Мои Годы Пришлись На лучшие Годы Газеты Коммерсантов Которые Я Работал С Золотым Пером И Фактчекинг Это конечно Очень такая Священная Для меня Вещь Но Тем не менее Ошибки делают Все И ошибки Делал Даже Коммерсант В те его Лучшие годы Когда я Работал Там Специальным Корреспондентом Важна не Ошибка А реакция Наш Да Это Хорошая Значит Мне кажется Что мы Реагируем На Ошибки Адекватно Мы Обращаем На них Внимание Мы Исправляем Если Они Оказались Чувствительными Ошибками Мы Извиняемся Если Это Произошло Значит К тому Времени Как Я Как Как Я Стал Работать Главным Редактором Портала Такие Дела Все Святые Непорочные Журналисты Уже Работали В Мя-Мя-Дузе Мне Достались Обычные Журналисты Извиня Извините Теперь Давайте Теперь Давайте Так Мы В общем Экономим На фактчекинг Это Это Я Говорю Про Слово Часто Вы Можете Посчитать Сколько Раз Ложная Информация Была Опубликована На Ложная Или Непроверенная Информация Была Опубликована На сайте Такие Дела Сколько Раз Она Была Опубликована В Других Изданиях Вот Можете Там Еще Центральные Телеканалы Помониторить По поводу Непроверенной Или Ложной Информации Вот В том Вся И штука Что Непроверенная Информация На таких Делах Оскорбляет И это Я понимаю Как симптом Того Что вообще Вы мне Верите Потому Что Ну Непроверенная Информация На Центральных Телеканалах Не оскорбляет Потому Что Вы Все Родной Не То Скать Вы Верите Ок Теперь Смотрите Какая у меня Проблема Можно было бы Завести Отдел Фактчекинга Людей Со свежими Головами Которые Не готовили бы Эти тексты Не редактировали бы Эти Тексты А только Тем бы И занимались Что Сидели бы И проверяли Факты В тексте Которые Они первый раз Свежим взглядом Видят Вообще То В Средствах Массовой информации Такие отделы Есть Мы Несколько Особенное Средство Массовой информации А в чем Его особенность Особенность Его в том Что мы Работаем На благотворительные Деньги Да Мы Не включаем Расходы На Нашу Работу В Сборы Которые Мы Объявляем Мы Собираем Деньги На свою Деятельность Отдельно Но все равно Это благотворительные Деньги Все равно Это деньги Которые могли Пойти на Каких-нибудь Детишек Старушек И так далее Значит Теперь передо мной Стоит Моральная проблема Я могу Потратить Еще 100 тысяч Рублей В месяц На то Чтобы поверх Авторов Которые у меня Есть И редакторов Которые у меня Есть И себя Самого Который должен За этим Следить Вот чтобы К этому Присобачить Еще отдел Факт Чекинг И тут Я понимаю Что вот Это Моральное Ощущение Че-то Мне кажется Многовато Вот Че-то Может Ты сам Немножко Приржешься Да И Ну Сделаешь Отдел Факт Чекинг Из Себя И Мы Приняли Решение Что Нет Мы не будем Заводить В себя Отдел Чекинга Потому что У нас Достаточно Квалифицированные Редакторы Которые Могут Сами Проверить Факты В тех Текстах Которые К ним Поступали А теперь Давайте Посмотрим Как Я бы Сформулировал Вопрос Про Про Непроверенную Информацию В таких Делах Я бы Спросил Когда На портале Такие Дела Появляется Непроверенная Информация Мы уже Поняли Когда вы Уезжаете И тут Я бы Дал Нет И тут Я бы Дал Простой Однозначный Ответ Летом Потому что Не только Я Уезжаю На день Рождения К дочке Но и Редакторы Мои Уходят В отпуск Там где Было Три Редактора Остается Два Редактора А иногда И один И работы У него Становится Значительно Больше Это не Извиняет Нас Ни разу Ни секунды Мы не должны Были допустить Эту ошибку Мы приносим Извинения Но если вы хотите Понять Механизм Как это Происходит Почему Это Происходит Да Потому что Потому что Люди Устают Да И И Спешу вас Заверить Что От Троллинга По этому поводу Им не легче Да Но здесь Есть очень важный Момент Что помимо Того Что вы Издание Благотворительности Я думаю Что многие Воспринимают Такие дела Как издания Которые Еще Транслируют Какие-то Ценности Которые Вообще Неплохо Было бы Нашему Обществу Привить То есть Вы Воспринимаетесь Как Некая Команда Людей Которая Обладает Какими-то Ценностями Полезными Для нашего Общества И когда Вы пишете Такие Тексты Как Например Наверное Вы здесь Все знаете Но О чем Идет речь Недавно Вышел текст Про Мужчину Который Обвинял Свою Жену В том Что Она Его Избивала Но Потом Вышло Опровержение В другом Здании Кажется В Космополитене Где Она Утверждала Что Он Сам Дурак Заметьте Что Мы Когда Вышел Этот Текст Мы Ей Предлагали Да Это я Помню Но У меня Вот Такой Важный Вопрос Вам Не Кажется Что Подобные Истории Подрывают Только Что Обретенную Веру Не Просто В такие Дела Но Вообще Во Все Поле Благотворительности Что У вас Очень Большая Ответственность Да Конечно Оль Я Не Тебя Спрашиваю Конечно Подрывают Конечно Любая Ошибка Любое Любой Факат Подрывает Все На свете Но Еще раз Говорю Ну Что Мне Разделся Что Понимаете Я Я Человек Понимаете Эррар Понимаете Хуманум Эст Ну Я Не Могу Пообещать Вам Ошибок Больше Не Будет Вот Просто Больше Не Будете Уезжать В Отпуск Да Я Вот Например Работаю Работаю На портале Такие Дела Уже Почти Полтора Года И В отпуске За эти Полтора Года Не Был Ни Раза Вот Собираюсь С восьмого Сентября Ждите Ждите Ошибки С восьмого По двадцать Четвертая Осторожнее Читайте Портал Такие дела Значит Послушайте Ребят Главное Как вы сказали Ценность Которая Транслирует Главная Ценность Которую Транслирует Такие Дела Сейчас конечно Прибежит Врементия Олежковский Скажет Что я неправильно Транслирую Официальные Ценности Но главная Ценность Портала Такие дела Как понимаю Ее я Она следующая Пожалейте Друг друга Ребят Ну Пожалейте Друг друга Ну мы же Сгрызем Я понимаю Что Гобс Написал Про эту войну Всех Против всех Я понимаю Что мы находимся В этапе войны Всех Против всех Ребят Но Но мы Хрупкие Довольно Ну давайте Как-то Пожалеем Друг друга Да Вам не станет Лучше От того Что вы Пнете меня Ну Станет Спасибо вам Огромное За ваши вопросы Спасибо зрителям Которые смотрят Нас трансляции Это был Прекрасный вечер Спасибо вам Огромное Приходите еще На интервью Квестчин Аплодисменты Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому